Европейский Союз предложил Китаю бесплатные вакцины от коронавируса. Тем самым Брюссель пытается помочь Пекину сдержать массовое распространение COVID-19 после снятия строгих национальных ограничений, связанных с пандемией. Заявление об этом сделал пресс-секретарь Еврокомиссии после недавней поездки в КНР делегации ЕС. Учитывая ковидную ситуацию в Китае, Еврокомиссар по здравоохранению выражает ему солидарность и поддержку, сказал Тим Макфи. Китайским коллегам будут направлены экспертные сведения по охране общественного здоровья, а также безвозмездные вакцины, адаптированные к последним вариантам вируса. Ответа на это не последовало. Власти Евросоюза обеспокоены тем, что Китай может скрывать появление у себя новых штаммов. Тем временем некоторые страны уже приняли меры в отношении лиц, прибывающих из Китая. Италия, Франция и Испания намерены требовать от пассажиров отрицательных тестов на ковид или справки от вакцинации. Но для того, чтобы эти меры были эффективными, необходима международная координация. Ее будут обсуждать в среду в Брюсселе эксперты и официальные представители 27 стран-членов. Бельгия собирается анализировать на наличие новых штаммов COVID-19 сточные вводы на авиалайнерах, прибывающих из Китая. Поскольку некоторые инфицированные пассажиры могут не пользоваться туалетом во время полетов, эта мера предназначена для отслеживания не людей, а того, что происходит в Китае. Ведущий бельгийский вирусолог призывает к этому и другие страны ЕС. «Причина, по которой мы предлагаем секвенировать в Европе все виды вирусов, поступивших из Китая, заключается в лишь относительной прозрачности, которую эта страна демонстрирует в настоящее время», — сказал Марк Ван Ранст. «Власти КНР не предоставляют достаточных секвенций, то есть генетической информации о вирусах в международной базе данных. Мы не уверены, что если возникнет новый вариант, его бы сразу занесли в базу. Ужасно, что мы вынуждены так думать. Мы хотели бы считать китайских коллег выдающимися учеными, но в определенный момент в Китае наука становится политикой». Профессор Ван Ранст предупреждает также, что пока Евросоюз пытается предотвратить проникновение штаммов из Китая, опасность может исходить откуда-то еще. Так, новые варианты COVID-19 появляются в США. Трудно следить за развитием коронавирусной ситуации и в России. Трудно следить за развитием коронавирусной ситуации.